Коли у Гомель заявились первые громадские автобусы, докладно невядомо. Сгодно с одными краницами на линию Гомель-Новобелеца машины вышли с 7 листопада 1924 года. У инших материалах свержается, что горожане начали коррестаться автобусным транспортом за 1947 года. Але никто не спречивает той факт, что Гомельский областный автотрест был створен за год до закончения Великой Очины. Подлечено, что с того часу предприемством перевезено больше 10 миллиардов пассажиров. Водитель с амаль 30-годовым стажем Василь Карпов в властной статистике не веде. Але кажа, что с кожным годом умовы, як для водителев, так и для пассажиров, полепшаются. Начинал я с 260-го Икаруса в 1986 году. Ну да, конечно, Икарус – это уже техника, отжившая себя. Потом в развал Союза вообще не обновлялся парк. Приходилось туговато. Ну, выстоял костяк коллектива сохранился. У Гомель Абл-Аутотрансе признаются, повышение якости обслугования пассажиров не сама мета, а житёвая необходность, бо он напрямую уплывая на финансовое становище. Причём тычется гэта не только повышенная комфортность автобусов. Тут и борьба с недобросумненными водителями, які утойвают выручку и выявление фактов выкористания подробных проездных документов. Ясчайденный керунок реформования филиалов, який не приносит значных прибытков, а так само адмена экономично-стратных маршрутов. Сегодня одна из головных задач автоперевозчиков – оптимизация маршрутов. У Гомель Абл-Аутотрансе кажут, что иначе никак неньга. Необходно лечить литерально кожный рубель, тем больше, что поставлена задача скорочать бюджетные компенсации. У Гомель Абл-Аутотрансе кажут, что сегодня сирот наибольшь рентабельных международной маршруты. Зараз, наприклад, пропрацовываются варианты автобусных перевозок у Польши, а так само зречисы у Санкт-Петербург. Инша справа, что тут необходно не только отримать отповедные дозволы у всех затекавленных боков, а и вытримать довольно жорстую конкуренцию. У тымлику сбоку так званых недобросумленных, часто полегальных перевозчиков, правда, непосредственно пассажирам такая конкуренция только на користь. На некоторых международных маршрутах кошт проезда уже снизился, и этот процесс будет протягиваться. Мы резко снижаем стоимость проезда, вот в частности, значит, на Москву проводим акцию в данный момент, где стоимость проезда снизили с 320 тысяч до 199. Значит, ну и результаты, конечно, не заставили себя долго ждать. Пассажиры оценили нашу акцию и переходят к нам на обслуживание. Олег Сенчаров, Александр Александронис, Телерадо, компания Гомель.